Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поминающий память святого апостола Андрея. Запомним слова, которыми он обратился к своему брату Петру. Он узнал Иисуса, причем узнал Его как Мессию, не через чудеса, не через славу, какие-то неславные дела. Это очень важно. Потому что есть многие люди, и Господь говорит, что если чудес не увидите, не уверуете. И это плохо, это осуждающее определение. А верить нужно, даже вот я люблю эти слова Ивана Андреевича Крылова, Царство ему Небесное, говорит, чтобы Бога знать, быть нужно Богом. Но чтобы любить и чтить Его, довольно сердце одного. У человека есть сердце, сердце человеческое. И оно должно искать Бога, и находить Его, и поклоняться Ему. И чудес для этого не надо. Потому что есть люди, которые чудеса видели, но веру не имеют. А есть люди, которые чудес не видели, но имеют веру. Это драгоценные люди. Вы помните, что апостол Андрей был учеником Иоанна Предтечи. То есть он искал, очевидно, святости. И в поиске святости искал тех, в ком эта святость есть. И когда люди, знаете, имеют такую жажду найти праведника. И вот он нашел для себя величайшего светильника Иоанна. И, видимо, прилепился к нему, и как-то жил недалеко от него, и пытался научиться у него всему, что Иоанн имел. А Иоанн имел все, что может иметь человек, потому что он больше из рожденных всех женами. При всей скудости своей жизни он имел все. Он имел молитву, веру, дерзновение и прочее. И Андрей был возле него, близ его. И он от Иоанна узнал о Христе. И Иоанн Христа видел и сказал, вот Агнец Божий. То есть на мессианском языке, на языке священного писания это очень много значит. Это может быть нам непонятно, потому что мы ягнят-то не видали толком никогда, за редким исключением. Ну и что такое Агнец Божий? Вот так, если отвлечься от всего, представьте, что вы ничего не слышали, ничего не знаете. Что такое Агнец Божий? Да ничего. Это вообще непонятно, что эти слова означают. А слова значат очень много. Ягненок – это жертвенное животное. И пасхальный Агнец – это Агнец, кровью которого мазались двери в Египте, чтобы ангел их не уничтожил, евреи. И ягненка этого пасхали нужно заколать на Пасху еврейскую. И он должен быть не порочный, не хромой, не косой, не с бельмом, не паршивый, невинный, однолетний, мужского пола. И нужно съесть его, не ломая ему костей. Это все пророчества о Господе Иисусе Христе. И Исаия потом в 53 главе пророчества своего пишет, что мы видели его, в нем не было ни вида, ни красоты. Он был умален больше, чем все сыны человеческие. Как ягненок был введен на заклание. И ничего не говорил тем, кто тянет его на смерть. Как овца был безмолвен перед стригущими. И мы думали, что Господь наказывает его, а оказывается, что Господь возложил на него грехи всех нас. И его ранами мы исцелились. Это вообще совершенно потрясающие слова библейские. Запомните, это 53 глава. Пророчество Исаии. Чтобы легче запомнить, год смерти Сталина. Серьезно, 53. Как запомнишь? 17, 44, 125. Цифры тебе сыпешь. Надо придумать себе какую-то мнемоническую подсказку. Сегодня, знаете, 53. Исаия 53. Там просто про Христа. Еще полтысячи лет до Христа было. Там прям про Христа все. И евреи жили в этом всем. Они жили в этом. Ну, не все, конечно. Кто-то жил в деньгах, кто-то жил в каких-то удовольствиях. Кто-то жил в бедности, забитый, задавленный. Вообще забыл про все и только сидел и плакал. А кто-то жил верой. И вот эти люди, верой живущие, они понимали, что это. Поэтому Иоанн... Во-первых, Андрей был у Иоанна. Это много говорит о человеке. С кем ты был, куда ты идешь, к кому ты тянешься, с кем ты дружишь, от кого ты берешь примеры. Это очень много говорит о человеке. Захочу я быть художником, пойду к художнику, буду жить у него. И буду ему там, это самое, ходить в магазин за хлебом, как бы смотреть, как он там рисует. Чтобы научиться у него. Захочу быть там кем-то еще, буду, хочу быть святым и дух святым. И вот он говорит, вот Агнец Божий. И они пошли за ним. И он обернул, это же трогательная сцена. Он идет, там еще обозначается время. Час был, яко десятый. Что такое десятый час? Значит, это примерно полудень, полчас дня. Значит, девятый час, это двенадцать по-нашему. Их девятый, это по-нашему двенадцать. Значит, шестой день, да, да, да. А десятый час дня, это час, ну, час, час дня. То есть это санцепек, это сумасшедшее время на востоке, когда все прячутся по норам, как бы сиеста у всех везде. Значит, все прячутся, работать нельзя. Ходить на улице нельзя. И Христос идет в это время, в этот знойный, знойный час. Они за ним идут два. Значит, и Андрей еще один. И он оборачивается к ним, написано, говорит, кого вы ищете, что хотите. Говорит, учитель, где ты живешь? Вопрос ему такой задали. Он говорит им, подите и посмотрите. Они пошли к нему, это же вообще трогательнейшая вещь. Они пошли, посмотрели, побыли у него там один день, и все. И после этого Андрей сразу бежит к Петру и говорит, мы нашли Мессию, о котором Моисей в законе пишет. И все, мы нашли. Нашли желаемого. То есть мы нашли того, кого все ждали, отцы наши ждали, ждали, ждали. Вот мы наконец нашли, ожидаем. Это же, слушайте, такая простота и такая глубина. То есть не нужно было чудес никаких. Потому что, допустим, кто-то там видел, как Господь там ходил по водам, там воскрешал, там что-то еще делал. Там один же книжник какой-то подошел к Иисусу Христу и говорит, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Помните? А он говорит ему, у лисиц есть норы, а у птиц есть гнезда, а мне негде голову преклонить. Это что означает? Это означает, что этот книжник был поражен делами Христа, но он не был готов разделить жизнь Христа. Если бы он пошел из-за Ним, действительно пошел бы, и начал бы спать на земле, ходить, бродить между селами, его там могли камнями побить вместе с Иисусом, то он бы говорит, да, зачем мне такой мессия нужен? Он сначала как бы пошел, такой порыв такой, ничего себе, как можно не пойти за ним? А Господь же знает всех, говорит, нет, нет, ты не иди, нет, тебе нельзя. Мне спать не оди, короче. А это куда ты, ты не сможешь, короче, понимаете? Как другой там говорит, хочу быть монахом. Съездил в монастырь, постоял на службе, посмотрел, как монахи поют красиво, как они на трапезе молча ложками стучат, в это время житие читают, думают, какая райская жизнь, все, я пойду в монахи. А кто говорит, не, 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 какие монахи с тебя, с тебя такие монахи, как с меня монархи. Значит, сиди на месте, жену найди, женись, на работу ходи, и в воскресенье ходи в церковь, ты больше ничего не сможешь. Короче, Андрею, чтобы узнать Иисуса Христа, чудес было не нужно. В этом смысле он очень похож на Иоанна Богослова, который тоже без всяких чудес познавал во Христе Мессии и любил Его. И он, значит, это важно, мы нашли желаемого. Потом, смотрите, как он начал быть апостолом сразу. Потому что когда люди узнают о Господе, они бегут кому-то сказать. И это, в общем-то, даже задача сегодняшняя, если хотите. Но эта задача трудная, потому что иногда мы сами даже договорим, говорит, да не трогайте вы никого. Потому что ты хочешь как бы поделиться какой-то радостью. Слушай, я был там на службе, я такое услышал, я такое почувствовал, а я такую книжку купил, я там прочитал такое, слушай, почитай ты. Что говорят нам наши эти сродники, которых мы зовем? Говорят, да отстань ты, слушай, ну отстань. Ты замучил меня, да, говорят, со своим Богом, сел мне на уши своим Богом, отстаньте от меня. И мы все, с одной стороны, остается это требование. Если ты Бога знаешь, то ты радуешься. А когда ты радуешься, ты не можешь радостью не делиться. Ну не можешь. Поэтому ты, а с кем ты хочешь делиться радуешься? С теми, с кого ты любишь. Кто тебе дорог? Это, конечно, там дети, родители, не знаю, там друзья, знакомые. Ну все, кто более-менее к тебе близок. Ты хочешь ими поделиться. Но что получается у нас из этого дележа? Полный пшик, если еще не минус. Иногда ноль, иногда минус. Потому что мы встречаем вас. У нас у всех есть опыт подзатыльников, пощечин, как бы и отталкиваний таких, значит, говорят, отвали от меня со своим Иисусом. Замучил ты. Я не верю в вашу церковь, не доверяю вашим попам. Я ничего не хочу знать. Где отсюда, короче, да? Мы все это знаем. Потому что мы живем в осатаневшем мире, в котором никто не ждет Бога, никто не хочет Бога. Что Андрей сказал, слышите, мы нашли желаемого. Петру говорит, кого мы хотели, того мы и нашли. То есть они хотели Мессию, они ждали Мессию. И они нашли его. Без всяких там тронов, без всяких слав, царств. Без всего. Смиренного. Где ты живешь? Вот там я живу. А где он там жил? Слушайте, наши квартиры с телефоном, газом, горячей водой, как бы это, в общем-то, царские хоромы, по сравнению с тем, где жил Иисус. Они пошли, побыли и поняли, это Мессия. И пошли делиться. Ну и мы так делаем. Только, значит, Петр пошел вслед за Андреем. Он поверил брату своему, младшему. Ну, это опять-таки младший брат, тоже думаешь. А нет, он поверил ему. Хотя не сразу стал апостолом, но поверил. И пошел сразу к Иисусу Христу. И Господь говорит, будешь называться Петр. Но еще нужно было, еще чудесный лов рыбы еще было, еще там много другое было, чтобы потом уже, говорит, не бойся, будешь человека вловить. И он бросил свои темы, эти лодки, рыбы, сети, как бы и пошел за Христом. То есть не мог сразу. Андрей мог сразу. Петр сразу не мог. Люди разные. Одному раз скажи, он сразу все понял и пошел. Другому раз скажи, он вроде понял. Но не пошел. Потом им два раза скажи, три раза скажи. Он понял, вспомнил, подумал и пошел. Короче, такая интересная драматургия. Понимаете, это, кстати, какая божественная история и одновременно человеческая. То есть в отношении нас, бедных, можно только пожалеть, что мы не так хотим Бога, не так Он нам нужен, не так у нас есть эта жажда, чтобы нам сказать человеку, я нашел. Говорит, что ты нашел? Я нашел правду, истину. Я теперь знаю, как ее зовут. Ее зовут Иисус Христос. Говорит, да, я тоже ищу истину. Расскажи мне, что ты нашел? Как это? Что это? Это, конечно, бывает очень редко. В большинстве случаев люди сыты другим. Они сыты собой, сыты удовольствием или голодны к удовольствиям, к славе, еще каким-то делам. И Господь Бог им не очень нужен. Это печаль нашего времени. Собственно, и страшный суд будет тогда, когда Бог не будет нужен никому, кроме отдельных людей, которые будут жить, как Лот жил в Содоме. Жил посреди неистовых развратников, один в тишине, и молился Богу, как умел, до тех пор, пока Господь не забрал его из этого Содома, а Содом обрек на уничтожение. Значит, вот, Андрей, пусть нам запомнится сегодня этими словами. Мы нашли желаемого. Он и нам сегодня говорит. То есть вы нашли в проповеди нашей апостольской. То есть мы, когда проповедуем Евангелие, Андрей может сказать, когда мы вам возвещаем Евангелие, мы вам возвещаем желаемого. Мы, душа человеческая, должна хотеть Господа. Вот мы вам это и даем. Мы открываем вам тайну, сокрытую от века, и дарим вам подарок, которого втайне желает душа человеческая. Что нужно человеку? Бога. Больше ничего. В человеке он так создан, что в нем внутри есть такая бездна. Бездна. Вот представьте себе глубочайший колодец, например. Ты берешь кирпич и кидаешь в колодец. И слушай, когда уже он там падет? Он летит и не падает. Ты думаешь, боже, какая же там глубина. Потом проходит много-много лет. Ты говоришь, боже, 5 километров там, сколько там? А вот в человеке такая бездна, что ни брось, оно будет лететь, аж даже и дна не найдет. Кинь туда одну машину, вторую машину, третью машину, один дом, второй дом, третий дом, одну бабу, третью бабу, семнадцатую бабу. Тут это, значит, оно будет лететь туда, вот кувыркаться, значит, там эти бабы с машинами. Ты будешь слушать, думаешь, когда же он там упадет? Оно не падает? Потому что дна нету, и человек вечно голодный. У него вечно несытая душа. Такое, значит, у него жажда вечная. Почему человек наестся не может? Ну, не только хлебом, но он не может наестся ни властью, ни славой. Ему надо больше славы, больше власти, больше силы, больше красоты какой-то, да? Потому что в нем бездна. И эта бездна мусором не наполняется. А приходит Господь, так тихонько, спокойно, говорит, где ты живешь? Вот там. Не пошли, оп, и все. Все. То есть человек попадает, как ребенок, на руки матери. Он чувствует, все, я нашел. Как, знаете, мы читаем вот в житиях многих описаний современных наших подвижников, как, говорит, я долго искал истину, долго ее искал, а потом я вдруг зашел в какую-то захудалую, малюсенькую церквушку православную, и я почувствовал, что за моей спиной двери как бы закрылись, и я почувствовал, что пришел домой. Говорит, все, я дома. И многие могут это по себе тоже сказать. Допустим, так Серафим Роуз так говорил. Он учил китайский язык, хотел у китайцев мудрость найти. Искал, не нашел. Выучил индийский язык, хинди. Хотел у индусов мудрость найти, искал, не нашел. Хотел найти, значит, истину там, 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 искал, не нашел. А потом однажды зашел случайно в какую-то православную церквушку, случайно где-то он там шел мимо с подружкой какой-то. Она говорит, а вот в этой церкви ты еще не был. И он зашел, и вдруг говорит, оп, мои искания кончились. За спиной тихо затворилась дверь, и я понял, что я пришел домой. То есть больше искать нечего. И, между прочим, кто после обретения истины продолжает искать, тот ищет лжи. Когда ты нашел, больше не ищи. Потому что есть такие, которые нашли и дальше ищут. Не надо больше ничего искать. Надо служить. То есть надо искать, найти и служить. А уже искать потом после найденного уже искать нечего. Такая драгоценная вещь нам в Андреев сегодня открывается. Он нашел желаемого. Поэтому он говорит нам и сегодня, что ты не знаешь, что ты хочешь. То есть спросить человека, что ты хочешь. Как бы, ну, счастье, здоровье, там, ну, что там еще. Ну, денег, там, повышение по службе, там, ну, мира в семье, ну, чтобы дети были здоровы, там, еще каких-то вещей. Но это, как бы, очень много всего. И, в конце концов, собьешься и запутаешься. Или что-нибудь не то скажешь, или что-то важное не скажешь. А на самом деле, где-то там в глубине по-настоящему этой тайны человека ты хочешь Бога. И хочешь жить в Боге всегда. Хочешь вечно жить. Хочешь не умирать. Не хочешь быть в аду. Хочешь быть с Богом в раю. И хочешь от грехов своих избавиться. Это сокровенное желание всех людей. Иметь вечное блаженное счастливое бытие. И вот Андрей говорит нам, придите, обретохом желаемого. Мы нашли того, кого мы хотим. Кого вы хотите. Вы даже не знаете, что вы хотите, а вы хотите его. Вот я вам даю то, чего вы хотите, даже не зная этого. Вот он возвещает нам такое святое Евангелие. Все остальные апостолы тоже были такие. Там, Нафанайл тоже говорит, ты рови, ты царь Израилев, ты сын Божий. Вот там, Петр. У них у всех есть такие короткие, сильные такие выражения. Говорит, за кого меня считают люди? Спрашивал же их Иисус Христос. Он говорит, ну, одни говорят, что ты Еремия. Другие говорят, что ты воскресший Ян Креститель. Говорит, а вы меня за кого считаете? А Петр говорит, ты Христос, сын Бога Живого. У тебя глаголы вечной жизни. То есть они, конечно, удивительно познавали Христа. И открывалась им постепенно-постепенно вот эта слава Божия в лице Христа Иисуса. И нам с вами тоже открыта Божия слава в лице Иисуса Христа. И сегодня апостол Андрей помогает нам с вами верить. Верить и дальше, и жить и дальше. Жить нужно с верой. Жизнь без веры не имеет никакого смысла. Мы нашли желаемого. Нам больше нечего искать. Нам нужно служить этому желаемому, Иисусу. И в Иисусе искать все, что нужно человеческой душе. И радости, и мира, и здоровья, и помощи, и силы, и мудрости. Это все нужно искать в Иисусе. Больше не в кем искать. Больше ни в ком искать нельзя. Нужно только к Иисусу идти за всем, что нужно душе человеческой. Андрей нам сегодня опять в этом помогает. Мир наш становиться лучше, скорее всего, не будет. Будет что-то меняться к лучшему, что-то к худшему. Но в целом все будет скрипеть, трещать и перекашиваться. Потому что такова природа жизни человеческой. И мы движемся к страшному суду. Не нужно делать себе иллюзий, что мы движемся в другую сторону. Мы движемся к страшному суду. Все человечество идет в одну сторону. К страшному суду. К справедливому суду. На котором накажут справедливо и помилуют справедливо. Воздаяние ожидает праве. Скажите праведникам, что хорошо им будет. И не обманетесь. Скажите грешнику, что ему горе, если не покаяться, и не ошибетесь. То есть мы движемся туда, все остальное это ерунда, если честно. Много хороших вещей в мире придумали, но когда посмотреть на них с точки зрения вечной жизни, это детские игрушки, это забавки, ну такое, это ерунда. И вот нам надо будет верить, и завтра верить нужно будет, и послезавтра будет надо верить. И когда прихвора им нужно будет верить, и когда там нас прижмет где-то там под ребра, и будет плохо жить на свете, надо будет верить. И когда человек там постареет, надо будет верить. И когда смерть как-то там к нему прикоснется, пошевелит ему волосы, надо будет верить. И когда в семье будет не очень хорошо, и когда будет в стране непонятно что, и когда в мире нас будут пугать то войной, то эпидемией, надо будет верить. Понимаете? Надо будет верить. Не бегать, как курица с отрубленной головой по двору. бесполезно махать крыльями уже в последние свои секунды надо верить, а это трудно это тяжелый труд и вот мы празднуем, зачем мы этого апостола этого святого, что ему без нас нехорошо что ли мы ему зачем да мы ему вообще не зачем мы ему если честно, если он стоит перед Иисусом Христом что он там, эти наши песчанья на небо величаем, величаем не надо совсем, вообще не надо это нам надо нам нужно как-то прикоснуться, зацепиться за эти небеса святые, как-то так протянуть руку туда, там, эй, мы здесь как на острове необитаемом там, Робинзон Круза махать спасательному вертолету мы здесь забирайте нас отсюда мы живые, мы тут есть понимаете, это нам надо махать рукой на небо, на небе что там Господи Иисусе, они по любви спасут но им не надо а нам надо, нам нужна вера вот мы сегодня приходим к Андрею чтобы он помог нам верить чтобы он помог нам не отчаиваться не унывать или если там унываешь, отчаиваешься чтобы потом как-то вставать дальше и опять трудиться ради Бога потому что будет великий день воздаяния Господь не пропустит ни одной нашей молитвы говорит, крылышко у мухи имеет вес а у Бога весы точные он наградит людей терпеливых он поцелует в темечко всех, кто любит его он смоет с нас грязь нашу грязь грехов наших, потому что он любит нас невзирая на нашу грязь он знает, что есть человек, а есть грязь и грязь можно смыть, а человек останется Бог знает это не нужно отождествлять человека с его грязью грязь это грязь, ее можно смыть а человек останется, его любить надо и Бог это умеет мы нет, а Он да Он смоет грязь нашу с нас даст нам новые одежды, как блудному сыну сапоги на ноги, перстень на руку и мы будем есть и веселиться перед лицом его но нужно верить и вот нам Андрей нужен для того, чтобы мы слышали от него слова эти мы нашли Мессию без чудес мы не ищем чудес, мы ищем Мессию мы не ищем какой-нибудь там, какой-то красоты особенной, какой-то славы мы ищем желаемого, ищем Господа в котором находим уже потом все остальное все, что нужно человеку мы находим вот, воду жизни, которая течет вечно и омывает всех приходящих к этому источнику поэтому поздравляю вас с памятью тостого апостола и обращая свои, так сказать, внутренние глаза к нему прошу его от лица Церкви Божией и всех нас с вами чтобы он сегодня помолился Богу за всех тех, кто ищет Бога кому Бог нужен чтобы люди услышали это мы нашли желаемого и были счастливы в конце концов люди, потому что без Бога счастья нету а с Богом счастье есть это правда аминь и Богу нашему слава спасибо за молитву спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...